здравствуйте продолжаем рассматривать решение рабочее место кассир для программы 1с общепит и сегодня мы посмотрим как настраивается меню которое видит кассир в режиме front office напомним что рабочее место кассира это дополнительное решение которое встраивается в 1с общепит и при его запуске открывается рабочий стол рабочее место в котором кассир выполняет функции продажи нажимая определенные команды кнопки меню работает только с тем ассортиментом который ему назначен путем настройки меню здесь выбирать определенные позиции не падает чека приводит чек что такое меню очень часто вопрос как формируется меню как формируется на структуру меню как это связано со справочником номенклатура итак давайте рассмотрим что в программе 1с общепит есть такое понятие как виды меню виды меню доступны они в разделе общепит продажи виды меню есть один пункт по умолчанию предопределенный такой с шариком вы можете его переименовать по вашему осмотрению можете создавать дополнительные виды меню но что самое важное вы запускаете открывайте вид меню если у вас достаточно прав у вас появляется кнопка открыть меню и вот здесь вы уже формируете собственно говоря структуру вашего меню давайте с нуля сделаем новое новое меню назовем его новое меню записать вы видите что списке она появилась нажимать открыть меню оно пустое дальше вы можете что что делать можете добавлять новые элементы и создавать группы допустим мы хотим создать новую группу мы создаем называем ее как два группа 1 например можем сопоставить ее с группой номенклатуры справочника можем но не обязательно и дальше в эту группу мы хотим занести вложить некоторые номенклатурные позиции для этого нажимаем команду создать и в поле товар мы уже выбираем элемент и справочника номенклатура то есть пользователь в программе будет видеть не непосредственные элементы справочников номенклатура а будет видеть именно пункты нашего меню но которые связаны с прачки но клатуры мы выбрали номенклатуру борщ для представления кассиру мы можем убрать название и оставить просто борщ или добавить еще какую-то фразу кассир в своей навигации в режиме рабочего места кассира будет видеть именно вот это название но при продаже у вас будет списываться именно конкретная инклатурная позиция которая связана с данной позиции можем добавить еще какой-то элемент бульон например уберем например вот это давайте перевернемся на уровень наверх сделаем еще одну группу напитки добавим в этот элемент напитки тоже какую-нибудь позиции добавить еще вот сделали такое вот меню из двух групп в каждой из которых какое-то количество позиций теперь заходим в рабочие места кассира открываем его диагностические сообщения закрываем дальше внизу находится пункт вид меню него подставляется вид меню по умолчанию мы можем открыть список выбрать другое меню выбираем наш пункт и мы видим что появились справа две кнопки две группы когда мы нажимаем новую оплату кнопки становятся доступными мы можем выбирать проваливаться них заходить эти группы и выбирать соответственно товары из этих позиций давайте теперь сделаем чуть посложнее навигацию например в группу напитки добавим еще группу назовем ее алкоголь вот такой добавим несколько позиций можно сделать копированием чтобы быстрее было в ту же самую позицию проваливаться сделаем так вот например не переходим обратно в режим кассира выбираем меню новый видим появляются две папки нашего меню заходим в папку напитки и видим появляется еще одна папка алкоголь провалимся в нее видим содержимое папки алкоголь можем вернуться на уровень вверх напитки вверх группа один напитки и вот так мы можем делать навигацию по меню для кассира теперь мы хотим пробить чек для этого сначала откроем кассовую смену выбираем способ оплаты наличные нажимаем оплата до провести чек вводим сумму нажимаем чек пробит и давайте посмотрим какой чек сформировался при продаже закрываем окно рмк заходим в общепит продажи выбираем чеки общепита открываем документ и вот он чек вы видите что в меню кассира мы выбирали одно наименование а в чеке та номенклатура которая была связана с выбранным пунктом меню также у нас формируется документ родничные продажи находится в разделе продажи откроем документ посмотрим да действительно у нас писана та номенклатура которая связана с пунктом меню вот такая вот несложная настройка меню который лет стандартный для по системы 1с общепит находится еще раз напомним общепит продажи виды меню мы можем создавать новые виды меню но как приходит в определенный вид меню из кнопка открыть меню и в ней мы собственно говоря работаем настраиваем возможности навигации для кассиров спасибо за внимание пишите ваши комментарии задавайте вопросы а